Тему нашей передачи называется «Перед тем, как сказать «Да». Сергей Филинов. Пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч. Автор учебных курсов, программ и тренингов. Автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждёт». Консультант по программе предбрачной подготовки. Женат, воспитывает трёх дочерей. Следующий вопрос, который очень важен. Хочу я жениться или выйти замуж за этого человека, потому что я хочу быть счастливым или я хочу сделать этого человека счастливым? Такой очень важный вопрос. Всё-таки я ищу, чтобы я был счастливым в этом браке или я хочу осчастливить другого? Мне нравятся очень истории, которые поделились в книге «Алгоритм любви» Телеповой. Это известные консультанты по добрачному консультированию. Когда один из их знакомых как-то позвонил и говорит, «А можно я приеду к вам с девушкой, а вы посмотрите, пожалуйста, буду ли я с ней счастлив в браке?» На что ему прозвучал ответ, «Можешь не приезжать, ты не будешь с ней счастлив». «Удивлённо. Почему? Как так вы определили? Вы же её не видели». И ответ был такой, что если ты ищешь то, что тебя счастливит, то просто признай, что это эгоистичная позиция. А там, где эгоизм, там нет места любви. Поэтому, когда ты в такой позиции находишься, именно такой подход у тебя, то ты не обретёшь настоящую любовь. Поэтому очень важный вопрос задать действительно, что я несу в семейные отношения? Я ищу больше, чтобы получить, чтобы я был счастлив, или чтобы я осчастливал другого? И, наверное, очень важный здесь совет, что в настоящие зрелые отношения очень важно вступать именно целостным человеком, зрелым, когда я понимаю, что я не ищу, чтобы кто-то восполнил меня полностью, но я знаю, что я могу помочь другому, осчастливить другого. Вот такой вот важный аспект. Следующее — обратить внимание на то, что даёт взаимоотношения. Укрепляют ли они вас? Дают ли они вам такую, знаете, энергию, такой творческий позыв, чтобы вы совершали что-то новое, творили? Потому что если отношения, которые у вас есть, они больше ведут вас к какому-то страданию, к какому-то переживанию, который истощает вас, который выматывает вас, это очень серьёзный момент, чтобы задуматься, а действительно ли Бог соединяет вас? Действительно ли вам надо мириться вот с такой ситуацией и принимать на себя вот это бремя, когда, вы знаете, в этих взаимоотношениях вы будете, ну, может быть, даже и почувствуете роль спасателя, что вы другого спасаете, но нужна ли именно эта жертва? Действительно ли именно этого ожидает от вас Господь в отношениях? Задумайтесь, пожалуйста. И, наоборот, приятная сторона, когда вы ощущаете, что именно эти отношения, они дают вам прилив сил, бодрости, свежести. Вы чувствуете полноту, вы чувствуете счастье от того, что вы каждый день разделяете с любимым вам человеком. Другой вопрос – это умеете ли вы прощать друг друга и проходить через конфликты? Конечно, более подробно мы посмотрим на это в следующем уроке о том, как преодолевать конфликты. Они бывают действительно, но вопрос здесь в том, а вот как преодолели? Действительно ли мы достигли согласия? Мы можем решать, несмотря на то, что бывают очень серьезные конфликты? Обратите внимание, как часто они бывают, потому что это тоже может быть серьезным фактором для принятия решения. Ну и следующий вопрос, наверное, такой в будущее. Это вопрос о том, а готовы ли вы, что вот ваша избранница будет мамой ваших детей? То есть вот задуматься о будущем. Или что ваш муж будет отцом ваших детей? Этот вопрос тоже у некоторых заставляет задуматься. А вот приемлемый тот стиль жизни у моего избранника? Сможет ли он позаботиться о будущем? Сможет ли он действительно воспитывать достойно детей? Потому что некоторых это тоже момент, который останавливает и заставляет посмотреть внимательней на то, а вот как все-таки правильно, приму ли я это решение или нет. И обратите внимание, подумайте, посмотрите на родительскую семью, из которой вышел человек, что там происходило. И еще раз вести. Итак, мы поговорили, я перечислю еще раз вот эти вещи. Это как долго вы знаете друг друга, этот важный вопрос. Потом, готовы ли вы принять те недостатки, которые вы знаете есть у этого человека? И готовы ли вы жить именно с этими недостатками? Следующий вопрос. Насколько вы уважаете и готовы к тому, что этот избранник и избранница будут мамой, папой для ваших детей? Насколько любовь, вот эти отношения, которые у вас развиваются, дают вам силу, дают вам энергию для того, чтобы жить? Они вас укрепляют, вдохновляют, да, дают полноту и счастье. И вопрос, касающийся того, что готов ли я и выхожу ли я замуж или женюсь для того, чтобы другого сделать счастливым, или я больше хочу получить? Все эти вопросы, несмотря на то, что их может быть и немного, но они очень глубокие, они требуют посмотреть вглубь, оценить еще раз отношения, прежде чем сказать «да». И бывают разные случаи. Бывают, когда девушка уже это просмотрела, уже сделала, взвесила, и может дать в ответ на предложение, которое делает парень, дать этот ответ, согласиться. А вы знаете, иногда нужно время, иногда действительно нужно проявить такт уважения и сказать «дорогой, но мне надо время, мне надо подумать». И здесь очень важно действительно проявить друг другу понимание, уважение, любовь. И я думаю, это будет очень важным тоже показателем, что взаимоотношения развиваются правильным образом, когда оба готовы подождать, хотят убедиться, хотят убедиться, что это действительно Божья воля. Ведь вот в таком решении действительно, ну, есть здравое зерно, есть смысл очень важный. И очень хорошо, когда оба уважают то решение, которое исходит друг от друга, когда оба слышат друг друга, ценят это и вместе принимают решение. Так что, пожалуйста, подумайте, пусть эти вопросы будут в вашем сердце, прежде чем вы примете такое окончательное решение. Соединяет ли вас Господь? Призваны ли вы быть друг для друга, мужем и женой? Да поможет вам Господь! У нас сегодня в передаче гость Инна Караченцева, молодежный служитель Церкви «Слово жизни», город Санкт-Петербург и основатель школы призвания «Путь». Инна Караченцева, основатель служения «Школа призвания», служитель Церкви «Слово жизни», город Санкт-Петербург. Автор программы по определению призвания «Распакуй мечту». Создатель первого в России пешего маршрута по поиску себя путешествия по смыслам. Крым. И вот такой вопрос. Это вопрос выбора. Что перед тем, как сказать «да»? Как вы считаете? Съездите с этим молодым человеком куда-то в совместную групповую, обязательно в поездку. Поездку. То есть, может быть, это какой-то молодежный лагерь, кемпинг, либо какая-то миссионерская поездка, где много людей, в группе вы. И посмотри, как он ведет себя не с теми, которые там лидеры, такие лидеры мнений, либо там такие крутые ребята, а посмотри, как он ведет себя вот с таким, ну, как скажем, самым, может быть, отверженным человеком в этой группе. Или, ну, как принято говорить, таким лузером. Вот как он с ним себя ведет? Как он относится к таким людям? Поможет ли он ему в чем-то, принимает ли он его? Либо он такой крутой, что вот его гордость или самомнение не позволяет ему вот спускаться до этого уровня общения с такими людьми. Это тоже важный момент, потому что ты тогда сможешь увидеть в целом, как он относится к людям, какое у него сердце, готов ли он быть вообще служителем и в семье, и в обществе, в котором вы собираетесь жить. Вот два таких совета, рекомендации для девушек, прежде чем сказать «да» и получить это заветное колечко, посмотри более практично на моменты, связанные с отношениями, и не сквозь розовые очки, а сквозь реальную жизнь. Вот даже сами сказали, вот этот момент розовые очки, действительно он очень расхожий, такое выражение розовые очки. А может быть что-то еще подскажете, вот что еще может помочь действительно посмотреть в реальность, вот глазами какая она есть, увидеть? Вот как еще можно взглянуть? Снять розовые очки? Как их снять? Ну как их снять? Снять их, наверное, очень тяжело, потому что когда ты находишься в этом состоянии влюбленности, то тогда ты всячески стараешься оправдать, даже то, что ты видишь какие-то негативные моменты, и ты хочешь как-то, ну это вот так получилось, ну вот он на самом деле не такой он хороший, ну вот просто вот он мне там нагрубил, там накричал, еще что-нибудь, ну вот он это так получилось случайно. Поэтому стараться не оправдывать человека и помолиться просто о том, чтобы Бог показал и не самые прекрасные его качества. И тогда уже оценить, готова ли ты вот принять такого человека, какой он есть. Ну хорошо, спасибо большое, Инна, за этот очень важный, на мой взгляд, женский взгляд, как действительно не допустить такого, чтобы все видеть в розовых очках. Спасибо вам большое за участие. Спасибо вам. Молодые люди, я думаю, очень важные советы услышали, чтобы действительно всегда проверять, не в розовых ли я очках нахожусь. И наше пожелание, конечно, чтобы вы смотрели на реальность и видели ее такой, какая она есть. Вопрос такой, как помочь моему избраннику, который не уверен в себе, который боится больших достижений, как я могу его вдохновить на то, чтобы он развивался и рос, и духовно возрастал? Во-первых, я в этом вопросе слышу такое, знаете, желание помочь. И само по себе это желание, оно уже очень хороший момент, потому что, имея избранника, и имея того, кого вы любите, вы уже ищете, как ему помочь, что сделать. Но какие здесь можно предложить инструменты или моменты, советы? Я думаю, что всегда очень вдохновляет это, когда поощряют человека. Поощряют, замечают что-то доброе, что-то хорошее, отмечают действия, которые, может быть, человек предпринял какое-то с усилием. И если вы наблюдательно со стороны увидели, что он постарался, что он что-то сделал, возьмите и поощрите, скажите, как здорово у тебя получилось то или иное дело. И пусть он действительно увидит эту оценку, примет ее и увидит, что вот эти малые шаги, которые он может делать, они приносят победу. Это действительно приятное переживание. И они будут стимулировать на то, чтобы человек дальше-дальше мог развиваться и расти. И это одна сторона вот такого ответа. Но хотел бы еще здесь такой момент затронуть, что, знаете, вот сейчас вы ему помогаете, вы его стимулируете. Вот очень важно не допустить такой момент, чтобы у вас появилась такая повседневная обязанность постоянно это делать. Потому что все-таки ответственность за жизнь несет каждый из нас. И нельзя, чтобы он вот в своем, ну, разуме, да, там, сердце переложил теперь эту ответственность постоянно на вас. Что вот, может быть, потом такой упрек, вот как тебе это нравится? Вот одобряешь ли ты этот выбор или нет? И теперь получается какая-то такая нездоровая зависимость. Я постоянно нуждаюсь в том, чтобы мне кто-то другой откомментировал, то есть правильно я поступил, неправильно. Все-таки, я думаю, фокус ваш должен быть в том, чтобы выводить его на взрослость, на то, чтобы, если он в состоянии, когда чувствует себя никчемным, там, незначимым, выводить, попробовать вывести на состояние, что нет, я тебя вижу по-другому. И ты увидь себя по-другому. То есть я думаю, что цель ваша должна быть прежде всего в том, чтобы ваш избранник все-таки взял за свою жизнь на ответственность на себя, перестал отвергать себя и поверил просто, поверил, что это возможно. Поверил в свои достижения, начал делать шаги. И я думаю, тогда это только укрепит ваш союз, когда действительно ваши взаимоотношения перестанут быть такие, знаете, как помощник и тот, кому помогают. А достигли все-таки соотношения такого, что мы вместе партнеры. И вы действительно можете, ну, что называется, так от взрослого к взрослому общаться, а не только на расстоянии, как я помощник, а ты тот, кому я помогаю постоянно. Потому что в разные моменты жизни мы действительно бываем нуждаемся очень сильно. Но мы должны осознавать, что мы тоже можем помогать другим. Поэтому хочется пожелать, чтобы в этих отношениях вы, во-первых, увидели вот этот выход в том, что вы можете ободрять его, поощрять, но при этом были внимательны, чтобы ни в коем случае ваши взаимоотношения не зашли в ситуацию, когда теперь все его действия, они зависят от того, одобрите вы это или нет, как вы на это посмотрите. Ответственность все-таки должна быть на нем. Поэтому хочется пожелать, чтобы вы достигли этого состояния, чтобы как бы не было критичным это состояние для молодого человека, как бы он себя не чувствовал, чтобы он все-таки принял усилия, пришел к Богу в молитвы, попросил именно эту ситуацию, открыл. И я уверен, что найдется помощь, чтобы переоценить себя. Потому что на самом деле в свете Божьем мы действительно все драгоценны, уникальны. И вот те свершения, которые Господь для нас усмотрел, они действительно доступны. Мы можем достигать большего. Поэтому пусть вот эта Божья вера, пусть она вселится в вашего избранника. Молитесь за него и помогите ему также. Вот именно в Боге действительно находить правильный образ себя, чтобы принимать себя. И как результат, тогда и любовь ваша будет полноценной. Она будет более значимой. И вы сможете действительно создать счастливую семью. Это благословит вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова